Астроном, который хотел реорганизовать Солнечную систему, используя атомные бомбы. Фрид Цуики. Незаслуженно малоизвестный учёный, астроном. На русской Википедии практически ничего про него нет. На англоязычной Википедии чуть побольше информации. Известие исследованиями сверхновых и нейтронных звёзд. Как пишет, он и ввёл термин «сверхновое» и предположил существование сверхновых как переход нормальных звёзд в нейтронные звёзды и как источник космических лучей. Заметьте, это был 1935 год всего лишь. Гравитационное линзирование. Общая теория относительности Эйнштейна предсказывает, что свет отклоняется к гравитационным полям. Но было показано, что для таких масс, как масса звёзд, этот эффект очень мало. Его наблюдать практически невозможно. Но Цуики показал, что галактика может служить таким гравитационной линзой. Но опять же, его идеи, высказанные в 1937 году, оказались впереди его времени. Только в 1979 такой эффект был подтверждён. Тёмная материя. Опять же, посмотрите, 1933 год. Цуики первым предположил существование невидимой материи, которую он назвал «дарк мета» – тёмная материя. В общем, данный учёный получил меньшую известность, чем того бы следовало, посмотрев на его открытия и в каком году они были сделаны. Интересно посмотреть ход мыслей таких учёных, живших в пик развития человеческой цивилизации и науки в целом. 60-е, 70-е годы. Вот откроем его статью 1961 года. Здесь он рассуждает об освоении внутреннего и внешнего пространства. Вот, посмотрите. Жизнь на Луне. Действительно, учёный, сделавший столько вкладов в науку, рассуждает о станции на Луне и обосновывает, как можно жизнь поддерживать на Луне, где нет ни атмосферы, ни мизерной гравитации, жесточайшие условия. И посмотрите, он целую установку предлагает, где лунные минералы облучаются светом через зеркало, и получается и СО2, и азот, и вода. Под действием солнечного света ещё какие-то реакции происходят, и по сути, целая станция, которая может поддерживать жизнь. Такие идеи были в 60-х годах, 1961 год. Посмотрите, как мыслили учёные в то время. Они думали, что не за горами такая станция будет. Но Фридс Вики мыслил шире, чем такие мелочные вещи, как колонии на Луне. Он хотел реорганизовать всю Солнечную систему, и не только Солнечную систему. Но мало того, что он хотел чуть-чуть подвинуть планеты, чтобы они некоторые поближе к Солнцу были, некоторые подальше от Солнца, чтобы они были пригодны для проживания человека, то, что сейчас называется терраформирование. Да, это всё мелочные. Он хотел всю Солнечную систему отправить в космический полёт. Он рассматривал такой вариант, что Солнце, его можно заставить излучать энергию немного асимметрично, в какую-то сторону побольше, но опять же используя атомные бомбы, и всё Солнце приобретёт скорость в определённом направлении, в котором мы хотим. И он даже посчитал, что надо бы так сделать и направить его по направлению к Альфа-Центавре. И он посчитал, что можно достичь Альфа-Центавру к 4500 году нашей эры. Нет, посмотрите, как мыслили эти учёные в 60-м году. Если бы им сказали, что в 2019 году мы не то, что колонию на Луне, колонию на Марсе, а даже, дай бог, на космическую станцию кое-как человека отправляем, и только собираемся повторить высадку человека на Луне 1969 года... Нет, ну явно у нас деградация науки идёт, потери технологии. В 1969 году человек сумел высадиться на Луну, а сейчас, в 2019 году, со всей этой компьютерной техникой, со всем, что мы сейчас имеем, человечество не может высадить человека на Луну. Ну, я так считаю, может быть, я ошибаюсь, но это связано с распадом Советского Союза. Может быть, это совпадение, но я не думаю. Но пик развития науки и человеческой цивилизации совпал с пиком развития СССР. Ну, согласитесь, что наука и образование в СССР были на высоком уровне, и все просто остальные страны старались не отстать. Космической программы она тоже же. Без СССР капиталистам она, ну, не нужна. Зачем? И с распадом Советского Союза пошла деградация во всем мире, не только в России, тут у нас. Что мы сейчас имеем? Юрий Миллер хочет отправить фольгу какую-то на Альфа-Центавру. Ну, вы посмотрите, как эти идеи смотрятся мелочно по сравнению с идеей Цвики отправить всю солнечную систему к Альфа-Центавре. Сейчас максимум, о чём мечтают некоторые, это отправить какой-то там парус, фольгу, нано, космический корабль к Альфа-Центавре, подгоняемый лазерами с Земли. Ну, вы представите, что было бы, если бы в 60-х СССР захотел отправить всю солнечную систему вместе с планетой Земля к Альфа-Центавре, но ему бы никто не запретил. Ядерными бомбами сделали асимметрию, придали бы скорость Солнцу по направлению к Альфа-Центавре, и сейчас бы говорили, вот уже 60 лет наша планета движется по направлению к Альфа-Центавре, мы прошли путь в столько-то миллионов километров, осталось-то столько-то. К 4500 году мы достигнем Альфа-Центавре, и там есть экзопланета, на которую, возможно, человечество переселится или колонизирует. И причём такие космические полёты никак бы не повлияли на нашу повседневную жизнь на Земле. Вся Солнечная система бы двигалась к Альфа-Центавре. Никаких бы ни ураганов, ничего у нас не было, могли бы также осваивать планеты Солнечной системы, терраформировать Марс и другие планеты. Вот какие идеи были в 60-х годах. Но сейчас мы только мечтаем какой-то нано-парус отправить к Альфа-Центавре. Деградация. Сейчас глобальные проблемы человечества, это вот как Билл Гейтс говорит, то, что коровы пукают. Это одна из наших главнейших проблем. Ну да, действительно. Билл Гейтс об одной из самых величайших проблем человечества. Коровы пукают. CNN. Вот, если погуглим Кауфартс, получим кучу результатов, как плохо это всё сказывается на планету. Пять причин, почему это имеет значение. Как они сказываются на глобальном потеплении. В Нью-Йорке запретили хот-доги и мясо, чтобы улучшить климат. Коровы ведь пукают. Глобальное потепление. Но я думаю, скоро сбудется мечта капиталистов. Налог на воздух ведут. Мы же тоже СО2 излучаем. Да и немного метана. Надо ввести налог на то, что мы дышим и вносим вклад в глобальное потепление. Эх, Сталина на вас не хватает.